Пандемия коронавируса поставила на паузу многое, но не все. Тяжелые болезни, срочные операции, когда лечение не отложить, пациентам по-прежнему необходимо переливание крови, а доноров стало намного меньше. Доноров больше, к сожалению, пока что не стало. В связи с тем, что некоторые доноры у нас и болеют сейчас ковидом в том числе, и кто-то боится приходить, хотя в субботний вечер в универмаге гораздо более опасно, нежели у нас, если сравнивать. К сожалению, пока обстановка вот такая. Хорошо, что есть активисты. Сдавать кровь сейчас важнее, чем когда-либо, считает Анна Колесникова. Спасти кому-то жизнь для нее – это гражданская позиция. Когда ты сдаешь кровь, ты помогаешь людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. И не всегда есть группа крови в наличии, необходимая этим людям, в срочном порядке. И наша гражданская позиция, как и любого нормального человека, помочь таким людям и как-то, ну, по мере возможности, в том числе сдачи крови. Мария Астафий – ответственный донор. Кровь сдает регулярно. А сегодня это 12-й раз. Для нее это уже стало традицией. Хорошая компания в свое время собрались, решили съездить сдать кровь. Потом позвонили, нужно же сдать повторно, чтобы кровь первичная пошла в дело. Вот так, собственно, и появилась традиция ездить. Уже теперь не компанией, уже иногда и сама, одна, зная, что подходит время, уже чувствуется, что нужно выполнить свой долг. Уже не хочется оставлять это дело. Давать кровь безопасно, так же, как и получать ее, даже во время пандемии. Постоянные доноры приходят в отделение переливания крови без опасений. Члены сообщества родителей Одинцовского округа приурочили свою акцию к Всемирному дню памяти жертв ДТП. Сегодня, наверное, такой немножко особый день, потому что, с одной стороны, мы поднимаем, что период пандемии, активности, к сожалению, коронавирусной инфекции, количество доноров снижается. И такой запрос еще более актуален. И, с другой стороны, мы сегодня хотели, наверное, эту акцию провести в день памяти жертв ДТП. Если и вы решили сдать кровь, обращайтесь на станцию переливания крови Одинцовской областной больницы. Стать донором может каждый из нас при отсутствии противопоказаний. И, возможно, именно вы спасете чью-то жизнь. Евгения Галяева, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.